Привет, друзья! С вами Светлана Янёва, и вы находитесь на канале English Так Просто. Наверняка вы не раз задавали себе вопрос, что бы почитать на английском языке, что бы было интересно и не очень сложно. И сегодня мы поговорим с вами о книге, которую я очень люблю. Она называется «Ежевичная зима», по-английски «Blackberry winter» автора Сара Джио. Я вам немного расскажу о сюжете этой книги, а также мы с вами прочитаем и разберем небольшой эпизод и познакомимся с интересными словами и выражениями. Давайте для начала я расскажу вам немного о сюжете этой книги. Сиэтл, 1933 год. Мать-одиночка Веры Рэй уходит на ночную работу в местную гостиницу и оставляет своего маленького сына одного дома. Утром, придя домой, она с ужасом обнаруживает, что ее ребенок исчез, а выйдя на улицу, она находит в сугробе его плюшевого медвежонка. Теперь Вера готова на все, чтобы найти своего ребенка. В 2010 году журналистка Клэр Олдридж получает задание написать статью о сильном похолодании в конце весны, которая называется «Ежевичной зимой». В ходе этой работы Клэр начинает свое собственное расследование об исчезновении ребенка почти 80 лет тому назад. Она узнает разгадку этой тайны, а также многие шокирующие факты. Ну что ж, давайте теперь прочитаем эпизод из этой книги. Я села на колени у его маленькой кроватки и потянула стеганое одеяло, обнаружив только измятые простыни. Мои глаза обыскали комнату, под кроватью, за дверью. Где же он? «Даниэль, ты прячешься от мамы, моя любовь?» Silence. Тишина. «I ran to the washroom and then downstairs to the kitchen». Я побежала в туалет, а затем вниз в кухню. «Даниэль», I screamed. «Даниэль, where are you hiding?» «Come out right this minute». «Даниэль», закричала я. «Даниэль, где ты прячешься?» «Выходи, прямо в эту же минуту». «My heart pounded in my chest with such intensity, it muted the sound of the man engaged in a fist fight on the floor below. Pound означает колотиться. Мое сердце колотилось в груди с такой силой, что оно заглушало звук мужчин, вовлеченных в кулачную драку на этаже ниже. «Scour» означает «тщательно искать». В данном контексте мы можем перевести как «Мои глаза обшарили каждый дюйм квартиры». И я молилась, что это была одна из его маленьких шуток. Глагол «pop out» означает «выскочить». Конечно, через мгновение он выскочит из-за двери кладовки и скажет «сюрприз!» То, как он делал, когда мы играли в игры вместе. «Дэниэл» закричала я снова, но только мой голос вернулся ко мне эхом в холодном, одиноком воздухе. «Я толкнула дверь в квартиру и побежала вниз по лестнице». «Я не остановилась, чтобы надеть шаль, но это не имело никакого значения». «Я не чувствовала холода, только ужас». «Он должен быть где-то поблизости». «Может быть, он проснулся и увидел снег и решил выйти на улицу, чтобы поиграть». «Глагол «лойтер» мы переведем как «слоняться», а «слун» как кабак. «Я пробежала мимо мужчин, слоняющихся около кабака, и выбежала на улицу». «Дэниэл» мы переведем как «заглушать». «Хаш» – это «молчание» или «тишина». Дословно мы здесь переведем так. «Дэниэль» я закричала в холодный воздух. Мой голос внезапно заглушен в молчание толстым слоем снега. «Дэниэль» я выкрикнула снова, на этот раз громче. «Я might as well have been screaming through a muzzle of cotton balls». В этом предложении интересное выражение «might as well». Мы переведем его как «с таким же успехом я могла бы кричать через намордник из ватных шариков». «A suffocating silence hovered». Глагол suffocate приводится как «удушать», «душить». «Hover» – «повиснуть». Получается, что удушающая тишина повисла. «I looked right, then left». «Я посмотрела направо, затем налево». «Have you seen my son?» «I pleaded with a businessman in an overcoat and top hat». «Вы видели моего сына?» – умоляла я у бизнесмена в пальто и цилиндре. «He is three about this tall». Ему три года, примерно такого роста. «I held my hand to the place on my leg where Daniel's head hit». «Я держала руку в то место на моей ноге, куда касалась голова Дэниела». «He was wearing blue-plaid pajamas. He has a teddy bear with a...» «На нем была голубая клетчатая пижама. У него мишка с...» «The man frowned and pushed past me». Глагол frown означает «нахмуриться». «Мужчина нахмурился и обошел меня». «Some mother you are, letting a three-year-old out in this weather. He muttered as he walked away». Фразу «some mother you are» мы можем перевести, как примерно «Ну и мамаша же ты позволила своему трехлетнему сыну выйти в такую погоду». Пробормотал он, когда уходил. «His words stung, but I kept on running toward another person on the sidewalk». Глагол sting, который представлен здесь во второй форме – «stung», переводится как «жалить» или «причинять боль». «Его слова причинили боль, но я не останавливалась и уже бежала к другому человеку на тротуаре». «Mam, I cried to a woman shepherding her young daughter along the sidewalk». Глагол shepherd переводится как «пасти» или «присматривать». Чтобы был красивый перевод, здесь мы можем перевести его как «вести». «Mam» – закричала я женщине, ведущей ее маленькую дочь по тротуару. «Both wore matching wool coats with smart grey hats». Обе они носили шерстяные пальто с красивыми серыми шляпами. «My heart sank». Выражение «heart sank» переводится как «сердце упало», «мое сердце упало». «Daniel doesn't even have a warm coat». «У Дэниела нет даже теплого пальто». «If he's out in this weather», «если он на улице в такую погоду». «I looked directly at the woman, my eyes bleeding, mother to mother». «Я посмотрела прямо на женщину». «Мои глаза умоляли от матери к матери». «Have you seen a little boy wandering around here by chance?» Глагол wonder означает «странствовать», «слоняться». «By chance» мы переведем как «случайно». Чтобы это предложение красиво звучало, мы переведем его примерно так. «Вы случайно здесь не видели маленького мальчика?» «His name is Daniel». «Его зовут Даниэль». «I barely recognized my own voice». «Бейли» переводится как «едва». «Я едва узнала мой собственный голос». «Desperate», «high pitched», «отчаянный», «высокий». «She eyed me suspiciously». «Она посмотрела на меня с подозрением». «Нет», сказала она без эмоций. «Не видела». «Она ближе притянула свою дочь, и они ушли». «Play hopscotch» означает «играть в классики». «Play jacks» – «играть в камушки». «Даниэль», – закричала я снова, в этот раз в глубину аллеи, где я иногда разрешала ему поиграть в классики или в камушки с другими детьми, пока я вязала днем». «Нет ответа». «Затем мне пришло в голову поискать отпечатки следов в снегу». «Его ступни были достаточно маленькими, так что я могла различать их отпечатки». «Efforts» переводится как «усилия», «попытки». «Futile», «тщетные». «Но после нескольких минут поисков я осознала, что мои усилия были тщетными». «The snow, falling so hard now, covered any trace of his tracks with its cruel blanket of white». Снег, падущий так сильно сейчас, скрыл любой отпечаток его следов своим жестоким белым одеялом. «I walked a few steps farther, and this time, toward the back of the alley, a flag of blue caught my eye». Существительное «flag» переводится как «пятно», «крапинка». «Я прошла несколько шагов дальше, и в этот раз в глубине аллеи голубое пятнышко привлекло мое внимание». «I ran to it and fell to my knees, sobbing, shaking my head violently». «Sobb» означает «рыдать». «Я побежала к нему и упала на колени, рыдая и яростно качая головой». «Нет, боже, нет! Драгоценный медведь Даниэля, Макс, лежал лицом вниз в снегу». «I picked it up and held it to my chest, rocking back and forth, the way I might have comforted Даниэля after a nightmare». Выражение «rock back and forth» означает «качаться взад и вперед». «Я подобрала его и прижала к груди, раскачиваясь взад и вперед так, как я бы могла сделать, когда утешала Даниэла после ночного кошмара». «I trembled from a place deep inside». Дословно «я дрожала из места, которое находилось глубоко внутри», то есть как бы «я дрожала изнутри, из глубины». «My little boy was gone». «Мой маленький мальчик исчез». Молодцы, друзья! Сегодня вы отлично поработали. Напишите в комментариях под этим видео, какие книги вы читали на английском языке или какие хотели бы прочитать. Также напомню вам, что у меня есть для вас второй канал «Инглиш так просто тренажеры», где вы найдете много тренажеров по английской грамматике и лексике по трем уровням. Для начинающих, для среднего уровня и для продвинутого уровня. Также у меня есть для вас очень полезные курсы по изучению английского языка. Для начинающих английский за две недели, который состоит из 14 уроков. И для среднего уровня – шесть самых нужных английских времен. Если вам интересно, переходите по ссылке в описании под этим видео. Ну а я не прощаюсь с вами. До новых встреч!